Добро пожаловать! Начиная со следующей субботы любители театрального действа вновь увидят поднимающийся занавес. Репетировать одесская опера началась с 1 августа. Суматоха за кулисами, вычетка текстов и нот. Такому ритму в театре рады все артисты. Мы очень соскучились, наверное, так же, как и вы, по событиям, по жизни театральной. Поэтому возможность начать сезон, вся труппа воспринимает действительно как праздник. И открытие сезона, концерт, который мы подготовили, конечно, мне очень хотелось, чтобы в нем приняли участие все ведущие солисты театра. Мы к этому стремились, это будут практически все. О, я девчина-потонка, а собудь меня, патонка. Ивка просто некрасива, с добрым сердцем, спасибо. Ивка просто некрасива. Начать сезон руководство театра решило нетипично. Зрители ждет театрализованный концерт с инсталляциями и подвижными образами. Протягом сезону он будет как-то особливый. Мы начинаем как-то не типово, не форматно, но, на самом деле, не завдяки, а супереч тому, мне кажется, что Одесская опера в этот сезон выйдет взагалі, она и так не передовая, но она выйдет взагалі. То, що ми відкриваємось як перші серед національних театрів і взагалі всіх театрів в Україні, це дуже знакова подія, мені здається. І це так, зірки складаються не просто так. Ми беремо амбітний, скажімо так, старт і сподіваємось, що цього запалу, цього ресурсу вистачить нам на весь сезон. Во время карантина колектив театр поддерживав друг друга, ведь отсутствие сцены вызвало непросто емоціональне состояние у кожного артиста. Профессіоналы не можуть позволити себе выйти із формы, тому репетиції играють дуже важну роль, даже якщо проводяться по видеосвязі. Кроме мастеров своего дела, зрители услышат і нові голоса, які приймуть участие в відкритті сезона. Будемо готувати такі невеличкі концертні програми без перерви, з тим, щоб якомога менше було спілкування людей між собою і збереження всіх санітарних норм, дистанціювання і виконавців, і глядачів відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я України. Традиціонні подготовки артистів, помимо вычитки матеріала і изучення вокальної партиї, починаються за неделю до спектакля. Для кого-то таким жестом на удачу становится внутренний диалог, а кто-то предпочитає несколько раз перед выходом перечитати строчки сценария і соблюдати так называемый тихий режим, щоб дати голосу віддохнути после множества репетиций. Для каждого артиста возвращение после долгого перерыва очень волнительно, але несмотря на переживання, все готовы удивлять своего зрителя. После такого длительного отпуска, к сожалению, после карантина, эта радость вдвойне, втройне, счастье, что возвращаешься на сцену, боязнь, потому что слух отсутствие на сцене предполагает потерю опыта и сценического, и в какой-то степени вокального, потому что сцена огромная, зал огромный, это другие свойства голоса. Надежду. Надежду, что все будет уже хорошо, что постепенно мы выберемся из этого состояния такого. Ну и, наверное, ответственность. Что все-таки хочется, чтобы раз мы столько ждали, чтобы мы никого не разочарали. Поскольку я уже столько лет пою, что это уже как вокальный вирус попал в меня, я без этого не могу. Конечно, трудность – это занятие, потому что даже если все хорошо дома, но это маленькая комната, больше нету отсутствия все-таки нормального общения театрального. Это тоже многое значит, когда ты приходишь, работаешь, общаешься, кого-то слушаешь. Сезон обещает быть ярким и интересным. Естественно, с учетом тех условий, в которых мы сегодня находимся. Программа будет значительно расширена, уверяют в театре. Больше концертов, одноклассных опер и балетов не обойдется и без украинской классики. Некоторые композиции в зале оперного прозвучат впервые. После длительного перерыва для артиста все как в первый раз. Потому каждый из них надеется превзойти себя и вернуть аудиторию в театр. Татьяна Барумбей, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».